Центру реабилитации диких зверей и птиц Велес требуется помощь. Именно сюда привозят отбившихся от стада лосят, спасенных от пожара волков, выброшенных на помойку крокодилов, избежавших из неволи медведей. Всего в центре живут около 200 животных. Большинство лечат и отпускают в лес. Но есть и те, кто получил в Раполово постоянную прописку. Желающих просто посмотреть на постояльцев в Велес не пускают, только тех, кто готов помочь. Как это можно сделать, расскажет Ксения Еременко. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне к вам уже с небольшим подарком, может быть, пригодится. Большое спасибо. Да, мы гуманитарно пользуемся на подстилку для животных. Наша скромная гуманитарная помощь скорее капля в море. Чтобы вылечить и прокормить всех пернатых, хвостатых и зубастых постояльцев Центра помощи животным в Раполово, нужна как минимум своя фабрика или пищекомбинат. Это сейчас совы при виде незнакомцев воротят клювом. Ты будешь врать курицу? Мироша, ну возьми, возьми, возьми. За обедом пернатые прожорливые медведей. Пока животные глотают воздух в ожидании угощения, на кухне волонтеры ломают голову. Чем наполнить их миски? В день уходит по шесть десятков яиц, рыбы, пять килограммов, куриного мяса десять, а овощей и фруктов больше шестидесяти кило. Появилось очень много животных, которые едят мясо и рыбу, она очень быстро заканчивается. Этим летом у нас закончился запас фруктов и овощей, и, скажем так, приходилось экономить. Поскольку была свежая дрова, как-то справились. Волонтер и будущий ветеринар Евгения за час успевает заглянуть ко всем подопечным. Покормить лосенка Бэмби. Проверить, как привыкают к новому месту. Аисты, брошенные своей стаей. И проведать сеньку. Тут не до экономии. Каждый съеденный медвежонком кусок – большая победа. Она появилась на свет с серьезным отклонением в развитии. Без помощи врачей долго не протянет. Двухгодовалое животное в теле четырехмесячного малыша. Вес она всего 18 килограмм, а должна порядка 200. На беззащитные, почти обездвиженные сеньки собирались тренировать охотничьих собак. Медвежонка вовремя выкупили. По тапочку, который своим природным размером теперь уже соответствует, тоже повезло. Бывшего артиста нашли брошенным в лесу. Оказалось, что проблем у медведя очень много. Помимо тех зубов, которые оказались раскрошены у него, ну, видимо, чтобы не кусался там, где он жил. Бог весть где. Оказалось, что у него сахарный диабет, очень сильное истощение, еще целый букет всяких болезней. Здоровье Потапыча, как и его соседи, восстанавливают на средства благотворителей. Все четыре года, пока существует центр, ему помогают простые люди, обеспокоенные судьбой животных. Несут то, чем богаты сами. После того, как кинули клич, фрукты тут буквально возят тележками. Сегодня у животных наперекус груши и яблоки, излишки урожая соседнего огорода. Арбузами помогли магазины. Но, как волонтеры уже подсчитали, всего этого хватит меньше, чем на неделю. И еще одно, фруктовые горы нужно кому-то перебирать, а рабочих рук катастрофически не хватает. Здесь готовы принять все, от средств для мытья посуды, поводков и медикаментов, до фартуков, мыла и кусков линолеума. Очень нужна помощь продуктами. Животные подготавливаются к зиме. Это активное у них должно быть в рационе очень большое количество пищи, богатой жирами. Медведи отъедаться должны, чтобы залечь спячку и спокойно провести это зимнее время. Еще можно взять над животным шефство, ухаживать за ним и привозить продукты. А в благодарность потом, например, увидеть, как уже с аппетитом ест медвежоных Сенька и понаблюдать за Бэмби, который когда-нибудь покинет загоны карантинного центра. По крайней мере, на него почти единственного из всех возлагают такие надежды. Остальных отправлять в дикую природу нельзя. Для них слишком слабых. Это верная смерть.